Тихие ночи настали на улице тракторный, и грузовой транспорт перестал здесь ездить по ночам. Мы уже рассказывали о том, что еще недавно жители жаловались на то, что в последние два года поселковая дорога превратилась в оживленную трассу. Машины везут песок со склада речпорта, грузовики шумят, дорога разбивается, а людям приходится дышать пылью. После выезда на место представители городской власти ОНФ и ГАИ наметили несколько путей решения проблемы. Сейчас речпорт, откуда едут грузовики, установил на выезде оборудование для весового контроля и помывочный пункт. Нашли альтернативный вариант проезда. Сейчас готовятся разрешительные документации, чтобы совершенно новую схему выезда с улицы Тракторной применять на следующий год планируем. И ограничиваем существенно себя в той же прибыли, потому что не возим то количество грузов, которые востребованы, например, на строительстве Фрунзенского моста. Превышение допустимого груза, грязь на колесах грузовиков и отсутствие тентов – эти вопросы пока остаются актуальными. Только за 9 месяцев на дорогах Самары сотрудники ГИБДД зафиксировали 530 фактов нарушений как по весу перевозимых грузов, так и по их габаритам. В первую очередь, как я уже обозначил, это метод весового контроля. Соответственно, используем весы на подъездных дорогах к городу Самаре. И методы путем проверки документации, где указан тоннаж, где уже по документам, даже без взвешивания транспорта, мы вычисляем соответствующие превышения веса габаритов. Соответственно, по данным материалам привлекаются водители и, соответственно, транспорт поставим на специализированной стоянке до устранения причины задержания. Участники совещания предполагают, что в документах может быть указана масса, не соответствующая действительности. А вот с прибором не поспоришь. Мэр Самары дает поручение найти возможность закупить весы для грузовиков, чтобы установить их на всех въездах в город. Сейчас действует только один пункт такого контроля. Отсутствие должного контроля за перевозчиками приводит к существенным дополнительным затратам из городского бюджета на дополнительное поддержание дорог в надлежащем состоянии. Значит, с этим мы с вами мириться никаким образом не можем. И, конечно, конкуренция, конечно, прибыль, они должны присутствовать в работе частных организаций. Но, тем не менее, мы должны с вами бережно относиться и к городской среде, и к тем жителям, вокруг которых такая работа проводится. На совещании предлагают составить перечень улиц, по которым тяжеловесным разрешат ездить, и пересмотреть тарифы на транспортировку больших грузов. Сейчас перевозчики платят раз в три месяца, и порой им легче заплатить штраф. Особое внимание уделят и еще одной злободневной проблеме. В ГИБДД планируют приучать водителей к чистоте, чтобы грязь с колес не разносилась по всему городу. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.